Пожалуйста, орите. У нас есть регламент. В следующем раунде, в следующем раунде вы зададите свой вопрос без всяких проблем. Нет, вы сейчас не зададите вопрос, сколько мы будем приопираться-то, я не понимаю. Все, мы не будем задавать сейчас вопрос. Граде! 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 У меня микрофон, вы меня не переориваете. Мне не надо, пожалуйста. Давайте еще раз. Давайте еще подричем 25 раз. Давай, давай перестрой передачу. Так, мы задаем сейчас вопросы из жюри. Я повторяю еще раз. У вас урод на бумажке, у нас есть регламент. Мы проводим адресные дебаты. Я не собираюсь из-за вас менять свой регламент. Совершенно, однозначно, точно нет. Граде! 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 Юля, вопрос. Да, пожалуйста, следующий вопрос из жюри. Вопрос Юлия. Вот, слушаю я вас, демократии нет, спроса на нее нет. Вот, мысль-то возникает, жить-то как, и вопрос смешной. А что делать? Не, не, Юля, к вам вопрос? Нет, к вам вопрос. Сарафону даже делать. Все, давайте закончим. Вопрос из жюри. Давай, я буду сейчас еще немножко. Зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка. Не в зале, тише, не в зале. Я ответил. Я ответил. Свобода существует в рамках действующего законодательства. Зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка-зим-ка. Не на улице, ну, мило! Следующий вопрос из жюри. Юлия Латынина, есть вопрос? На самом деле, такой же вопрос. Как вы относитесь к происходящему? Я отношусь. Это главный аргумент этих ребят. А, они еще 9-летних таджичек в 20-ром режут. Представьтесь и задайте свой вопрос. Либо громким голосом, либо я повторю. Вопрос кому? У нас, конечно, здесь очень неформально, но я лишу вас возможности задавать вопрос, если вы будете так хамить нашим гостям. Вопрос Юлии Латыниной. Теперь вопрос. Я думаю, что все здесь присутствующие понимают, что если человек не готов жертвовать собой, а не свою родину, он не готов политической деятельности, он не готов вообще ничем пользоваться, никакой нет. Я повторю. А в чем вопрос? Вопрос. Понимает она или она считает как-то по-другому? Понятно. Повторись вопрос. Думаю, что все здесь понимают, что если человек не готов жертвовать собой ради своей страны, то вы должны вышвыртись с политики. Понимает ли это Юлия Латынина? Правильно я сформулировал? Я могу его короче сформулировать. Согласны ли вы с тем, что когда мы убьем всех либералов, будет лучше? Это было с самого начала так. Юлия, согласны ли вы с тем, что когда... Какую вы организацию представляете? Так вот просто стеснусь. Я в организации формата 18. Спасибо. Так, согласны ли вы с тем, что когда формат 18 уйдет всех либералов, будет лучше? Не слышно! Микрофон! Ну, видимо, когда вместо мужчин вот это вот, приходится напрягаться. Подождите, подождите, дорогой Тесак. Вы задали свой вопрос? Мы мне отвечаем. Все, все. А как вы убивали 9-летних таджикских девочек, причем я тебя убила в десятером? Потому что, видимо, вдвоем 9-летняя таджикская девочка – это страшный враг, которого, конечно, такие сильные и серьезные мужчины, как вы, не одолеете. Поэтому я сильно сомневаюсь, что вы убьете всех либералов. Я думаю, что вот ваш главный кайф – это накачиваться пивом и кричать «Зик Хай!». Вообще, на пивом накачивались, не столько либералов. Спасибо. Так, следующий вопрос из зала. Что касается политики, то я не... Я пойду в политику, и вы что-то тут сказали насчет того, чтобы пожертвовать своей жизнью для страны. Можно уточнить, в каком виде вы жертвовали своей жизнью для страны, и является ли убийство 9-летних таджикских девочек формой такой жертвы? Убийство, блядь, 50-летних всяких негров, которые сюда приезжают, будет являться убийством лидералов 50-летних, 40-летних. Это борьба за свою страну, правильно? Хорошо, спасибо. Ну что, фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм, не пройдет! Следующий вопрос из зала. Тихо! Вопрос из зала. Да, можно у меня не только вопрос, у меня реплика. Можно, да, реплика? Да, реплику нельзя, вопрос у меня. Только вопрос, да? Ну ладно, хорошо. Вот у нас и в Испании нет демократии, нигде ни в одних европейских странах в принципе демократии нет. И все нормальные страны уже либо отказались от демократии, либо к ней пытаются дойти, как наши страны. Так к чему же мы все-таки идем, когда мы говорим, что не нужен очередной хороший, действительно думающий политик, такому просто честно. Сформулирую еще раз вопрос, скажи кому и сформулирую точно. Ну, видимо, вопрос Юле. Юля, почему ты не хочешь, чтобы на нашей политической арене были думающие люди? Да нет, думающие люди я хочу, я просто как-то не отношу ни господина Миронова, ни господина Брызлова, ни господина Борщевского. Когда он становится политическим деятелем, они тогда...